Спустя несколько суток с тех пор, как президентский дворец в Кабуле заняла запрещенные в России организации «Талибан», в стране начались первые акции в поддержку лидера ополченцев Ахмад Масуда. Жители Афганистана выходят на улицы, поддерживая Ахмад Масуд и требуя вернуть власть прежним политикам. Одна из провинций вовсе отказалась признавать новое руководство и готовится отстаивать свои границы в бою. Спустя несколько суток с тех пор, как президентский дворец в Кабуле заняла запрещенные в России организации «Талибан», в стране начались первые акции в поддержку лидера пандшира ополченцев Ахмад Масуда. Жители Афганистана выходят на улицы, поддерживая Ахмад Масуд и требуя вернуть власть прежним политикам. Одна из провинций вовсе отказалась признавать новое руководство и готовится отстаивать свои границы в бою. Лидер сопротивления пандшира Ахмад Масуд обратился к нации. Лидер сил сопротивления пандшира Ахмад Масуд записал в виде обращения к афганскому народу, он призвал жителей восстать против власти талибов. По его словам, вместе с талибаном в стране воюют зарубежные силы. «Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей Родины. Восстаньте каждый, как можете», — сказал в обращении Масуд, его слова приводят РИА Новости. Глава фронта сопротивления Ахмад Масуд не исключил, что после того, как талибы установили контроль над Кабулом и объявили о захвате пандшира, Афганистан может оказаться в международной изоляции. В понедельник талибы заявили о захвате единственной неподконтрольной им провинции Пандшир. Силы сопротивления опровергли эти сведения. Если в талибы считают, что они могут с легкостью покорить пандшир, то они глубоко ошибаются. «Я сейчас нахожусь в Пандширской долине и готов идти по стопам моего отца Ахмад Шаха Масуда. У нас есть запасы боеприпасов и оружия. Мы терпеливо создавали этот арсенал со времен моего отца». Тем временем появились сообщения о том, что ополчение пандшира формирует танковое подразделение. Как сообщается из схронов, в горах выведены несколько отремонтированных советских танков, которые в свое время входили в арсенал Северного Альянса. Ранее сообщалось, что на Уфанр может быть не более десятка танков, включая Т-55 и Т-62. В ополчении Масуда точных цифр не называют, тем не менее отмечая, что готовы использовать танки для боевых действий против талибов на разных направлениях.